Крупный план. Наступил март, хотя у нас март в наших широтах, он по факту зимний месяц, да, то же самое, всё продолжается. А тут бы некий свет ещё в конце тоннеля появился. Вот мартовская, это знаешь, как грачи прилетели. Вятич мартовская безалкогольная выпустил. Всё как-то жизнь веселее становилась бы. Это я хочу поддержать, эту идею. Вы её дорабатывайте обязательно, докручивайте. Я напомню, что мартовская, октябрьская, октябрьская, мартовская. Об этом говорил Владимир Маматов в предыдущей передаче. Сметанин я записал. Да? Хорошо. Ну, согласись. Да я согласен абсолютно. Вот такая опорная такая точка, да, некий такой вот позитивный момент в жизни. Пришла весна, вау, мартовская, как круто, как здорово. Потом у нас майская, июньская, июльская, августовская, сентябрьская, октябрьская, ноябрьская, декабрьская. Ну и январская, февральская. Стабильность. Каждый месяц новый, месячник, да, такой, правда, другие ассоциации возникают. Ну, с мартовским, скорее всего, у нас получится. Здорово. Хотел бы сейчас продолжить то, о чём мы говорили тоже в предыдущей передаче. Много внимания уделили мы, напоминаю, Карлу Ауту Шнейдеру, основателю предприятия. Мы ему уделили внимание. И собираемся его ещё уделить. Мы не отпустим руку с пульсом. Да, потому что тема такая благодатная для размышлений, для выстраивания каких-то новых концепций. Вообще о роли хотелось бы поговорить, да. Ну, вот я тебе в прошлый раз говорил о том, что нет у людей некого идеала, к чему можно было бы стремиться. А этот человек, который стоит в одном ряду с другими известными деятелями Вятки, ну, пожалуй, мог стать тем, не знаю, может, громко было сказано, неким светочем. Символом. Символом, да, к которому нужно стремиться. Правда, Витя? Ну, символов у Вятки действительно осталось мало, к сожалению. Мы их растеряли. Во-первых, с 1917-го, начиная года. И я недавно совсем открыл для себя неплохую, удивительную, но неплохая книжка «Вятское купечество». Да, в 19-м году она издана. И я нашел там несколько замечательных глав. Автор, наш историк, Михаил Судовиков. Да, совершенно правильно. Михаил Сергеевич. Вот. И по поводу Шнайдера мы говорили о памятнике, об установке. Вот это самый ключевой момент, который мы поставим. Этот памятник, это уже совершенно точно, это решено. Я видел вчера документы, то есть эскизы пришли, мы их доработаем. Я думаю, что мы не успеем, как мы... Я рассчитывал, что мы будем успевать к марту, то есть к 28-го... Какого у нас, подожди? Ну да, 28-го у нас, марта, день рождения завода. Соответственно, мы не успеем к 28-го марта, но мы успеем к октябрь фесту, то есть к октябрю. Я думаю, что у нас все получится. 98 лет, так-то, минуточку прошу, за месяц. Почему 90 лет? Ой, фуфу, 100! Сно, сметаня! 118 лет, безусловно, шутки. Молодец, молодец. У меня как-то сдвиг временной произошел, да. Намного больше, безусловно, 118. Нам осталось два года до юбилея. До 120-ти лет. И я думаю, что мы поставим, во-первых, Шнайдера, потому что это действительно уникальная фигура. В первую очередь из-за того, что достаточно вдуматься в совосочетание. немец приехал на Вятку и здесь основал свое производство. Вот на секундочку представь себе, что означает для немецкой подданного, а он оставался немецкой подданным всю дорогу. Он поэтому и брал в товарищество себе Шмелева, то есть первое товарищество было Шнейдера-Шмелев в 1903 году. Потому что он, как немецкая подданная, не мог в Российской империи держать свое. Не мог. Вот. Он взял Шмелева, основал в 1903. Почему? Самый распространенный вариант, что он выбрал из-за воды. То есть качество воды в Вятке, оно лучше себе подходило для пивоварения, которое он оставал. Это раз. Второе, он был убежден, уверен, потому что с Александром он работал в Соботском. То есть он прекрасно знал население региона, прекрасно понимал, что здесь рукастые, башковитые, мастеровые люди есть. То есть у него не будет гигантских проблем с кадрами. У него... Вот идея о Вятке, как о таком дремучем, страшном месте, где все вот через пень колуду, все и так далее, и так далее, она, видимо, образовалась в советское время, да? Мне так кажется. Потому что что-то я не замечаю в ситуации, когда Шнейдер основал здесь завод, идея о том, что у немцев большие проблемы с людьми, которые будут работать. Технологи, да, были немцы. Технологию пива, пивоваренья вообще на Вятку привез, конечно, Шнейдер. То есть до этого были какие-то монашеские истории, но они как бы такие в дымке времени в режиме сказок. Ну, как бы сейчас сказали, крафтовые какие-то. Ну, да. Но, но, Сао Макбаловна, вот тебе представь себе, что Шнейдер, во-первых, ставит производство. Вот этот опыт этих ребят, которые до революции были, он на самом деле, вот лично у меня вызывает глубокую такую жгучую, белую, но все-таки жгучую зависть, да? Потому что за каких-то 8 лет Шнейдер становится поставщиком двора его императского величества Николая II. И Николай Мартовская, с которого ты начал нашу беседу, Николай II говорит Мартовская, это хороший. Ребята, нормальный, говорит Николай, нормальный, хороший сыр. Он его поставляет ко двору Николая. А дрожжи, как косметическое средство, покупает жена его Александра Федоровна. Тоже как бы, да? Еще через пару лет Шнейдер торгует с Парижем и Берлином по ходу матча. Мало того, что у него выездная торговля практически по тому, что называется сейчас Переволожский федеральный округ, центральный округ, она у них тоже основана. Причем он начал это с нуля, понимаешь, за каких-то 8-10 лет, до Первой мировой войны, который положил, конечно, Ну, надо понимать, что время было другое условие, другие вводные. Вот, совершенно правильно. Понимаешь, это символ... Нельзя так уж сравнивать. Это символ вятки, символ Кирова. Нет, сравнивать нельзя, но ты задал... Можно это констатировать. Ты задал вопрос, а на что мы должны ориентироваться? А, да, перед тем, как подожди, мы к этому перейдем, вдруг у слушателей возник вопрос, мы говорили об этом в предыдущих передачах, памятник Шнейдера, планируется его установка на территории предприятия. Вы не посягаете на... В отличие от некоторых других организаций, общественные пространства там какие-то. Давайте на набережной Грины забабахаем. Нет, мы поставим... Я понял тебя. Мы поставим там, где это действительно нужно ставить, там, где это удобно, сделаем его туристической достопримечательностью, то есть мы сделаем специально так, чтобы со Шнейдером можно было фотографироваться. Вот это очень такой интересный момент. И Шнейдер, вот теперь смотри. Да, дальше. Да, вот на кого ориентироваться. Ребят, у нас нет других вариантов. У нас никакой американской мечты у нас не появилось. То есть все персонажи, которые у нас в топе, в мейнстриме, те, которым приковано внимание СМИ, вот подражать им я бы, честно говоря, как-то бы никому не рекомендовал. Потому что, да, очень много власти, очень много денег, очень вроде бы большой успех, но каким способом он получен, за счет чего он получен, лично у меня не вызывает никакого желания подражать тем людям. Вообще никакого. То есть я не вижу там никакого человеческого качества, понимаешь? То есть, да, я вижу прекрасное, как говорил Сантаков Седрин, для воровства не нужно ума, нужно просто ловкость и жадность. Ну, самое главное, жадность, потому что за маленькую кражу можно попасть под суд. Ну, это фраза классика оригинальная. Так вот, подражать тем людям мне не хочется самому, я никому не рекомендую. А вот таким ребятам, как Шнейдер, да. Вот еще один пример, маленький офф-топик, как раз в этой книжке «Вязкое купечество» я наткнулся на более-менее подробную историю «Анфилатом». Так вот, «Анфилатом» Еще один наш известный предприниматель современным языком. Совершенно потрясающий чувак, ну, просто потрясающий. Ты так хорошо, легко. Ну, реально. Я разделяю такой простой стиль, легкий такой. Ты понимаешь, да, ты понимаешь, в чем дело? Ты берешь и считаешь, сколько он заработал. И причем, как он заработал. То есть, человек начинал с семейства состояния в одну тысячу рублей. Ну, в приводе на наши деньги, это 647 тысяч. Ну, соотношение... Да, да. Это очень немного. Это очень немного. Благодаря тому, что он начал в обход законодательства, вот это такой темное пятно в биографии, благодаря тому, что в обход законодательства он начал снабжать старообрядцев, запрещено было, как раз той же самой рожей, льном и так далее, состояние возросло до пяти. А еще через, по-моему, восемь или... Нет, через 12 лет вот этой предпринимательской деятельности, он сначала покупает на паях два судна и начинает отправлять из Архангельска, из Кронштадта, да, в Америку, торгуя с Форт Россом, это русская Калифорния. Вот все смотрели сериалы Санта-Барбара, ну, Санта-Барбара это форт Святой Варвары, то есть, в оригинале это русское поселение. Вот с ним торгует Анфилатов. Из Слободского, матерное выражение пропускаем, из Слободского парнишка торгует с Калифорнией, отправляя корабли. А еще через пять лет он падает в ноги Александру Первому и говорит, царь-батюшка, подкинь бабла из казны, а я нормальную торговлю с Америкой организую. Александр... Нужна твоя протекция, ресурсы. Александр Первый отдает деньги. На эти деньги Анфилатов начинает торговлю с Америкой и прибыль от торговли составляет 882 тысячи рублей, из которых 500 он честно отдает государю-императору, но 332 остаются. Умножь 332 тысячи на 647. Ты получишь сумму, которую он получает только от торговли с Калифорнией. Затем он еще через несколько лет Анфилатов становится миллионером. То есть можно себе представить... Ну, то есть вот размер денег понятен. Ну, как бы сейчас сказали олигархам. Это миллиарды. Это миллиарды. Реальный миллиард. В Солбадском, ребят, в Солбадском, недалеко от Кирова, в нашей лапотной медвежьей угол и так далее, в Солбаджане ели ананасы, которые привозил из Америки Анфилатов. Бочковое пиво, Шнедера еще не было, бочковое пиво везли из Филадельфии, ребята, в Солбадской. Вот это размах. Шнедер того же абсолютно полиягода, понимаешь? То есть человек, который с нуля фактически сделал завод, взяв у Казерина этот дом, и завод стоит уже 118 лет. То есть вот сейчас возникает вопрос, куда нам двигаться, куда же нам плыть, понимаешь, какие должны быть ориентиры для нашего общества, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот сегодня я с утра как раз в разговоре вспоминал, говорю, ребят, вот у тебя Анфилатов, вот у тебя Шнедер, да, а вот у тебя мальчик из Уржума. Вот ты сравни, взрава умеет... В честь которого город у Казахстана. Совершенно правильно. В взрава умеет твердой памяти. Сравни ребят, которые подняли производство, подняли офигенные совершенно предприятия, которые добились потрясающих успехов, причем в очень непростых условиях, в очень непростых. и сравни вот этих залетных товарищей, которые проездом чего-то, как-то, где-то, кого-то, куда-то, пользуясь моментом. И в итоге выскочили. Вот у тебя вопрос по поводу русской мечты. Не возникает русская мечта, это те ребята, которые создавали богатство страны, которые создавали ее преуспеяние. Вот вятич, это тоже самое. Это зерно, которое находится в нашей почве. Вот произрастет ли оно, я надеюсь, что вещество не федеральной компании. Поясни, что ты имеешь в виду. Ну, я имею в виду то, что это будет такой флагман производства, который будет наравне с мировыми гагантами, фактически. То есть, ну, 5, 10, 20, 30, сколько угодно лет. То есть, если двигаться в этом направлении, у нас есть все шансы. У нас есть традиции. Самое главное, мы заложили, то есть, не мы заложили, я уже заговариваюсь, естественно, заложил эти традиции Шнайдер. Качественного, немецкого пивоварения. Немецкого, подчеркиваю еще раз. Классического. То есть, как я люблю говорить, сварено по классике. То есть, это, в отличие от 99% того, что мы сейчас видим на привавках, это то, что продается в Мюнхене, ребята. Это то же самое вы купите в Германии. То же самое. Вы не отличите, на самом деле, вот это от какого-нибудь Шпаттена, не отличите. Если вам... Безалкогольного. Конечно. Если вам вслепую дать. Вот это то, что происходит у нас. Это то, что у нас есть. Если мы теряем завод, мы теряем, в общем-то, фактически символ. То есть, если с вятским классом, то, что он стал такой визитной карточкой, недавно мне скидывали какой-то фильм про Киров, где вятский класс, там, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это сами по себе авторы, без согласования с компанией делали. А то ведь опять кто-то запоет, что заплатили, поплатили. А, ну, конечно, у нас борца делать больше нечего, мы бегаем и ищем, кого мы заплатили, для того, чтобы люди сказали вятский класс, вятский класс. Ну вот, умственная отсталость, это, видимо, наша такая болезнь повальная, да, с этой логикой. Так вот, ничего, мы, конечно, не платили никому, и там вятский класс, визитные карточки региона, все остальное, но это удача, это случайность, оказия, свуть, ну, не знаю, как назвать. Ну, нельзя это уж принижать, это уж так. Не-не-не, это не принижать. Кто-то вообще считает, что вся история, там, не знаю, все прогрессивные вещи, это чистая случайность. Ну, тут другой момент. Дело в том, что есть стабильное, постоянное движение в одном направлении. Вот у нас постоянное, стабильное движение в одном направлении, мы хотим стать федеральной компанией. Это раз. То есть, удастся ли нам это сделать, вот вспыхнуть, как сверхновая, да, неизвестно. Или нам, или мы просто будем равномерно гореть и добиваться результата, год за годом, год за годом увеличивая. Ну, я верно понимаю, что становиться федеральной компанией, исповедуя вот все те вещи, которые мы с тобой из раза в раз повторяем. Не скатываясь на технологии, там, быстрых денег, быстрых заработков, гнать больше, там, за счет качества, за счет еще чего-то и так далее, и так далее. Вы продолжать будете стоять на своем. Вот ты аккуратно толкнул тот самый анекдотический момент, который мне тоже хотелось сказать. Вот, когда я говорю, особенно мы с тобой уже сколько, почти два года говорим. Поменьше. Поменьше, да, но не суть. Скоро будет уже, годовщина, годовщина. Так вот, мы с тобой говорим о том, что Вяч заплатил много денег. Много, очень много, да, вот, ну, кстати, да, миллиард практически. Мы в этом году заплатили миллиард, по-моему, 16 миллионов, вот так где-то, да, и мне цифры сбрасывал в бухгалтере, по-моему, миллиард 16 миллионов. Налогов. Да. Из них акцизов, там, миллионов 600, 700 где-то вот в этом районе, да. То есть, у обычного человека, когда он слышит, особенно если ты работаешь в налоговой инспекции, так вот, у обычного человека, особенно он работающий в налоговой инспекции, у него возникает гениальная мысль, привычная, да, ведь налоги у нас не любят платить, в принципе, да, все бегают. Ну, есть кое-кто, да. Ну, да, если кто-то кое-где у нас порой, да. Вот. Иногда очень даже такие презентабельные люди. И возникает гениальная мысль у налоговика, бывшего, нынешнего безразица, о том, что если ты плачешь мульярд налогов, это значит, сколько же ты тащишь себе в карман. Сколько же у тебя там еще есть, Сколько же у тебя можно вот, что называется, не вкуривая ни разу эту тему, что большая часть этих налогов это акциз государственный, который вообще вот в здании, которое за твоей спиной в этом сером доме, да, молиться должны навятить, что наши родные поклоны к власти спрашивать, чем помочь, потому что все акции, мы с тобой не раз говорили, уходят в областной бюджет. Лярд, японская богиня правосудия, уходит тебе в бюджет. Вместо этого, а что у них еще, может у них что-то еще есть? Ведь не может же быть так, чтобы они честно работали. А акцизы это та вещь, которая невозможна, если ты хочешь жить и развиваться дальше, ты их должен платить. Ну, почему? От них не уйдешь. Я знаю предприятия, которые в России... Нет, я-то ситуацию с Вячем исключительно сейчас не вижу. Нет, с Вячем законопослушен до безобразия. Да-да-да, я об этом, да. Просто до безобразия. Потому что, ну, тот, кто хоть раз сталкивался с работой бухгалтерии Вяча, прекрасно понимает, что без обоснований, обоснований подтверждений оттуда копейка не уйдет. Ну, это иногда выносит мозг, конечно, потому что количество бумажек, которые должен делать для того, чтобы оплатить что-то, слишком велико. Но, с другой стороны, мы имеем именно полную прозрачность. То есть, как вот с производством оно полностью прозрачное, так и полностью прозрачный вариант с налогами, с деньгами. Все понятно. Поверь мне, что заработок на мятичее, то есть имеется прибыль предприятия, она есть, конечно. Она гораздо, гораздо, гораздо меньше тех налогов, которые платят предприятия. А у ребят, у них периодически мысли о том, что в чужих руках, как известно, толще. Это мы возвращаемся к представителям фискальной системы. Да, и мысли о том, что если взять этот заводик, ведь мы не продались Ниссан Энбилу. Хотя были эти предложения. То есть, в 98-м году еще предлагали лить Клинское здесь продать. Вот так. Не продали. Не продали, не разобрали на металлолом, не пустили под торговый центр. А вложив очень много денег, своих денег, не чужих, не заемных, не государственных, не кредитных, своих денег. То есть, получаемый, вот, всю прибыль предприятия, она шла лавиной совершенно, шла на модернизацию. Вот из этого ты сейчас получил завод абсолютно европейский по классу, в полном соответствии с тем, что завещал великий Шнейдер. То есть, и вот, а сколько у нас вообще, вот, где у нас, маскировая еще какие-то предприятия, которые бы существовали столько же лет, с подобной историей, не меняя профиля. Не меняя профиля, продолжая существовать, продолжая делать что-то объемно, да? Ну, пожалуй, вот так сразу сейчас на ум не приходят, но, пожалуй, есть, но не в таких масштабах. У нас же изначально, да, край славился какими-то народными промыслами, они есть, остались, но они на уровне мелких, средних предприятий, да? Ветич, пожалуй, да. Это единственная такая тема. Вот и... Большого масштаба. Конечно, вариант с тем, что, понимаешь, вот эта постановка Шнейдеровского памятника, это как бы не просто, мы говорим, ну, отдать дань уважения. Нет, это не отдать дань уважения. Это, скорее всего, такой сигнал, причем и себе, и тем людям, которые будут работать навязчиво дальше, и окружающим, вообще всем практически, да, такой сигнал в космос, знаешь, как поиск незаметных цивилизаций, вот такой же постановка памятника. Это сигнал о том, что, ребята, у нас есть как бы такой символ веры, да? Есть чему присягать, в принципе, да? И недавно как раз разговорили, как раз недавно, о том, чем особенно интересно, хорошо и замечательно, мы, ну, вообще говоря, мы насчитали шесть поколений кировчан, которые потребляют продукцию завода, понимаешь, да. Интересно, как это вы их посчитали? Ну, это очень просто. Это чрезвычайно просто. Поколение в социологии считается 20 лет. Вот шесть поколений продолжают потреблять вятичку. Ну, как бы, в общем-то, мы состоялись, понимаешь? И дальше вопрос очень простой. Удастся ли нам? Ну, вот, мы прозевали объективно совершенно, мы прозевали вот эти 20 лет так называемых путинского правления, да? Вот, условно говоря. Начиная с нулевых, ты не думаешь? Да, да. Ну, назовем это путинской эпохой, потому что она заканчивается, судя по всему. Ну, можно... Да. Можно путинской эпохой. Да, очень хорошо, мне нравится. Вот. Вот мы прозевали эту эпоху, потому что, в принципе, как и все... Прозевали вот это поколение? Мы... Мы прозевали... Молодежь? Нет, нет, не в этом смысле. Молодежь прозевали не мы. Вот. А... Я иногда просто тоже свою ответственность чувствую. Да, нет. Может, что-то я не то говорил, что мы ее прозевали? Нет, все гораздо проще. Мы прозевали, потому что, как и все окружающие, мы, конечно, были увлечены вопросом, то, что мы производим больше, мы расширяемся, модернизируемся. Приток западных технологий и приток средств, да, нам на какое-то время позволило забыть о, в общем-то, о сердцевине бизнеса, на самом деле. То есть, об основе. Как бы... А сердцевина, она шнейдеровская. То есть, вот это качественное, настоящее, немецкое, по сути, технологичное, да, то есть, вот эта основа и это то... Вот если нам удастся наверстать сейчас, да, вот эти пропущенные 20 лет и суметь рассказать кировчанам, потому что, ребят, вот мы... Есть аналоги, аналоги, есть они. Есть они и в Германии, есть они и в Чехии. Где-то в России делается тоже что-то хорошее. Есть такие вещи. Где 4 ингредиента, где короткий срок годности, где минимум... Вообще нет там ничего неестественного для этой отрасли. Природное сырье, естественный вкус, классическая технология. Вот мы это делаем. В отличие от гигантского количества суррогатов, которые вам представлены, вам нужно только выбрать. То есть, просто посмотреть на то, что вы пьете. Вот понять, что вы в себя вкидываете, по-русски говоря. Вот если нам удастся заближать, что там год, два, три, без разницы, я рассчитываю, что мы какие-то результаты получим хотя бы к 120-летию завода. Мы, если мы сумеем донести, и что из себя представляла Шнедер, безусловно, и что из себя представляет Вятич, тоже на самом деле, и самое главное, что из себя представляет продукция Вятича, если мы сумеем это донести качественно и хорошо, в общем-то, на этом наша миссия в Кировской области, она вот получит такое оформление. То есть, ну, если мы успеем, да. Пара минут остается до рекламы, я все-таки хочу задать эти простые, понятные вопросы, чтобы, не знаю, чей-то эстетический вкус удовлетворить. Как хоть выглядит-то будет памятник Шнедеру? Раз пришли эскизы, где ты это видел? Не знаю, будет ли это сопоставимо с памятником Ленина на театральной площади? Или это будет просто бюст? Слушай, ты меня какие-то вот... Ну, интересно же. Я не знаю, ну, у Кича-то зачем? Куда этот бронзовый... Да я бы шутил. Чудиво-то этот. Насколько он большой будет? Не, он будет... Просто как выглядит Шнедер, я думаю, что 99,9% из этих эстетических не представляет. Мы этого бородатого красавца в кафтане еще покажем ни раз и ни два. Мы, скорее всего, покажем в роликах. Ну, это отдельная песня. Посмотрим, когда все будет готово, анонсируем. Так вот, это будет лавочка, красивая скамейка. Ну, такая, как тогда. А, то есть, это не просто, монумент этот. Нет, некий антураж еще там, некая сцена. Это будет лавочка, на которой сидит со своими зверьками, он был страстный охотник, вот, со своими там совами, еще кем, кроликами там, еще чем-то сидит. Карлотто, ну, как он, собственно, есть на картинке. А то есть, сохранилась фотография, с этой фотографией? Нет, с этой фотографией будет. То есть, максимально приближено к тому, что на самом деле, животных там, правда, нет, но животные уж так, находка режиссера, пусть будет. Ну вот, и на лавочке будет место для того, чтобы сесть рядом со Шнейдером, сфотографироваться. То есть, как бы, абсолютно туристически. Представляется, человек, гутен так, Карлотто. Вегензи? Да, где-то так. Я надеюсь, что это, ну, я надеюсь, что это будет посещаемо. Пустить бы еще автобусный маршрут, конечно, куда-то, да. Ну, это в перспективе. В перспективе, Если, если сосредоточиться именно на проработке этого места, как действительно достопримечательности. А я думаю, что мы сделаем из этого достопримечательность, как, впрочем, вообще, в целом, из Кирова когда-нибудь, может быть, не в ближайшие там десятилетия, ну, хотя, черт его знает, может быть, успеем, все-таки сделать что-то, напоминающее, действительно, маленькую, скромную, русскую, туристическую Мекку. Как это не бредово звучит, но сделать туристический, хороший туристический маршрут в Кирове можно. То есть, я примерно представляю, с чего он должен состоять, потому что у нас есть и достопримечательности, есть и условия для сервиса, у нас есть, что посмотреть. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Вятич, подошло время небольшой рекламной паузы, через минуту мы продолжим. Поехали дальше, 11 минут у нас остается до завершения. О-о-о, давай-давай-давай-давай. Уточнить мы хотели, да, уточнить, просто когда рекламная пауза появляется, мысли-то дорабатываются еще. Мысли дорабатываются в плане того, что мы сейчас позвонили, говорят, народ-то поймет, что прозевали мы, мы не качество прозевали продукции. Не-не-не, я не подумал. Я тоже не. Мы прозевали информирование, мы упустили самый очень невероятно, фантастически важный момент, понимание у людей, что из себя представляет продукция. Вот это мы наверстаем, этим мы сейчас и будем заниматься. Вот я-то как раз так и понял, что сосредоточившись на себе, на модернизации, делая большие вложения, да, в закупку оборудованию, в том числе, несколько выпало из информационного пространства, да? Ну, не смотрели в эту сторону, вообще не смотрели. Вот я так понял. Все на таком было зачаточном уровне, на таком, значит, на коленке сделано, что только сейчас мы более-менее разгребаемся с этим. Это да. Сейчас у нас будет блок такой отдельный. Вопросы от народа. Да? Поясни, пожалуйста, как были добыты эти вопросы, дабы слушатели наши удостоверились, что это не выдумка, это не откуда-то что-то взято. Все очень просто. Это действительно то, что витает в головах кировчан. Все очень просто. То есть, вчера встал вопрос о том, что не звонят нам что-то в студию, даже говорим телефон. А мы в следующий раз объемим. Ну, ладно. Пригласим. И мало звонят. И вдруг мы подумали, а что если попросить кого-нибудь из знакомых смешников послать человека на театральную площадку? Да, не просто знакомые, это наши коллеги из нашей компании. Из газеты источник России. Спасибо вам, коллеги. Естественно. Вадим Исаулов. Огромное мерзи за помощь. Значит, послали человека на театральную площадь, он, собственно, поинтересовался у людей, а какие вопросы есть к Вячище? Вот что бы вы хотели узнать? Какие ваши представления, мнения и так далее, и так далее, и так далее? Вот мы сейчас просто-напросто, наверное, озвучим, потому что вопрос интересный. Я буду в роли такого прогуливающегося, прогуливающегося по театральной площади и будут тебе задавать вопросы. Хотя, ты знаешь, я этот список вопросов посмотрел, и что-то мне показалось, такие вопросы были и пять лет назад, и десять, и пятнадцать, я не знаю. Слушай, мы с тобой не дорабатываем. Не дорабатываем. Если бы нас слушали хотя бы человек 100, то 150 тысяч денег, да? Хорошо. Давайте, как на пресс-конференции Путина. Давай. Владимир, а почему пиво такое безалкогольное, такое дорогое, производят в Кирове, а вот, например, привозное намного дешевле стоит? Интересуется. Привозное, ты имеешь в виду Балтику. Ну, предположим. Привозное мы с тобой говорили миллион раз. Ребят, вот если вы хотите пить суррогаты, пейте суррогаты. Никаких проблем. Это ваш выбор. Если 29, там, 37 рублей за вот эту баночку, которую вам продали, в какой-то сезоне... Скорее, привозное мы подразумеваем... В 99%... Это вроде как бы и не... Это не пиво. Не то. Это не пиво в принципе, потому что это просто сироп, разведенный водой, газированный. Ну, оно поэтому и такое дешевое, потому что ребята стремятся занять рынок. То есть это вопрос не производства, они демпингуют. То есть продают дешевле себе стоимость, мы говорили в этом не раз. Поэтому оно стоит дешевле. Задача у них простая, у них огромные деньги, причем доступ, естественно, к очень дешевым западным деньгам, они невероятно дешевые в сравнении с нашим. Они могут позволить себе, учитывая объем этих корпораций, в России примерно 200, боюсь ошибиться, то ли 200, то ли 400 так называемых пивных брендов. И большая часть из них принадлежит 4 компаниям. 4, внимание. Так вот, 4 компании, это мировые гиганты со штаб-квартирами далеко от нашей Родины. С прибылью исчисляемой десятки миллиардов долариев. И нашей Родине ничего не дающих при этом. Наша Родина, это просто большая Африка, где живут большое количество аборигенов, которые покупают вот это так называемое дешевое, привозное, из-за этикетчик. Причем люди не понимают, что в большинстве случаев они покупают суррогат. Вот это самая проблема. И Вятич не будет заниматься ни ценовой войной, то есть мы не будем снижать цену. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Мы не будем ущерб качеству сбрасывать в ценник. Не будем этого делать. Хотя у нас есть такие возможности, но мы этим заниматься никогда не будем. Вот именно поэтому, ребята, у вас есть простой выбор. Лишь вы покупаете классику, или же покупаете немецкое качество, покупаете здесь, свежее, местное, или же вы покупаете дешевое, привозное. Мы соревноваться тут не будем. Слушай, у меня даже какое-то сравнение смелое родилось. Тебе понравится как человеку к мужскому юмору неравнодушным. Привозное – это имитация, это такая резиновая женщина. Силиконовая. Силиконовая, да. А вот наша – это настоящее. С формами, живая. Вот. Вот. С жизнью насыщенную. Хорошее, да, сравнение? Проклятый сексист. Ты сексист, Володя, я знаю. Спасибо. А, все, феминистки тебя затопчут к чертой матери с такими сравнями. Вопрос. Табуном набегут, подожди. Вопрос следующий, оскомину тоже уже набивший в определенном смысле. Почему не продается Вятич в сетевых магазинах Бристоли и Красно-Белом, в частности? Так. Тай-ля-ляй. Лу-ли-лю-ли-ли. Что-то такое немецкое. Да, это немецко-фашистское будем точно. Потому что никаких других эмоций, кроме желания что-то сделать сразу с этими любимыми по отношению к Бристоли и Красно-Белом не возникает. Торговые сети, ребят, это хлопцы, которые выжимают деньги из народа, по-русски говоря. Вот просто выжимают их. У них нет другой задачи, кроме как получить прибыль. Это капитализм в его самом откровенном, чистом, циничном, наглом виде. Все. Поэтому их интересуют только деньги. Мы не можем предложить им столько, сколько предлагают транснационалы. Плюс мы не собираемся работать в минус, то есть в ущерб себе. Они предлагают нам часто очень такие условия, на которые мы пойти не пойдем никогда. Потому что, еще раз возвращаясь, идеальная пара между... Вот торговые сети и транснациональные компании, мы не умеем права говорить о сговоре, о том, что вот существуют какие-то договоренности, нас же за клевету. Но это такое оценочное суждение, что похоже, ребята, вот это идеальная пара, они в таком симбиозе прекрасном. Транснациональные компании устраивают демпинг, они готовы терять сотни миллионов, все компании, которые российские, транснациональные, вот которые зарегистрированы в России, да, они оканчивают год с убытками в сотни миллионов. Можете посмотреть статистику, это открытые данные, они всем известны. Несколько лет подряд, уже пять, по-моему, они оканчивают год с убытком в сотни миллионов рублей. Ни одна российская компания с такими убытками не могла бы существовать столько лет. Они существуют благодаря тому, что они их спокойно подпитывают дешевыми деньгами из-за рубежей нашей Родины. Это первое. А сети, естественно, получая от транснационалов прекрасные совершенно деньги и прекрасную возможность торговать со страшной силой удивительно дешевым продуктом, да, хлопают вадоши, у них никаких тоже ограничений нет. Вот эта сладкая парочка правит бал. Все. Вот реальная картина бизнеса, их бизнеса здесь. Все. Следующий вопрос. Можно по порядку идти или пропустить? Вопрос, который в нашу студию поступал по телефону, я помню, я перефразирую немножко. Почему продукция вятича, безалкогольная добавлю, становится причиной неважницкого самочувствия? Ну, ребят, вот даже, ну, как вот сказать-то и, не знаю, во-первых... Не знаю, я бы сказал, блюдите меру. Нет, когда тебе, ну, за 50, да, а ты употребляешь столько, сколько ты употреблял, 25. И, видимо, продукт изменился, да. То есть, не ты поменялся, да, организм у тебя и подозносился, а с продуктом, наверное, что-то стало. Это первое. Второе, ребят, количество. Ну, честно, совершенно, если... Ну, ответив коротко и ясно. Это вот один из моментов. Но на самом деле, я вопрос по поводу того, может ли это быть, задавал технологам в самом начале, технологам, подчеркиваю, которых я пытался пристрасти... Которые досконально, вот и дознаю. Нет, которых я пытался пристрасти, почему я говорю, ребят, мне вот нужно для себя это знать. Я, если окажется, что вот так, так и так, то есть, ну, я как бы похороню эту страшную тайну. Ну, в ответ на что я высушил массу матерных выражений, на тему того, что вот не надо... Технологи, они такие. Да, не надо быть идиотом. И если у тебя заборы происходят на каждом технологическом этапе, который гонят в аббраторию тут же, если у тебя партии, там, доли градуса изменения будет влиять на качество, если у тебя японская богиня правосудия, азот закачивается в трубы, по которым идет напиток, для того, чтобы он не окислялся, ничего там быть не может. И это вот... Ребят, на организм свой смотрите. Ну, честно, ну, просто посмотрите. Не надо... А, еще мысль возникла, не смешивайте. О, как говорила покойная моя мама мне, Володя, главное, не мешай. Святая женщина была абсолютно права. Видимо, последний вопрос, минуты остается чуть даже меньше. Тоже... Возьми что-нибудь пафосное. Даже я не знаю. Я переживаю за людей, которые приезжают из других городов и не могут никак. Ну, легко и просто, и доступно найти продукцию вятича. Все гораздо проще. Мы программу пивной мастера, мы ее так называли, это... Мы ее придумали где-то, если я правильно помню, как раз весной, но тут ударила пандемия, стало не до нее. В прошлом году назад. Да, да. Но была... Началась пандемия, было не до нее, мы ее вернем. Еще момент. Тут был вопрос по поводу дегустации. Есть... Ребята, есть ли возможность? Да, есть такая возможность. Ребята, запишите телефон 307-6-400. 3-7-6-4-0. Я тоже записываю. Звоните туда, горячую линию на всякий случай тоже дам. 8-800-250-79-55. 8-800-250-79-55. Вот по этим телефонам выясняйте вариант устроиться дегустатором, принять участие в дегустации. А на сайте ВЯЧ, там еще вопрос на тему, какие из закусок лучше всего подходят. Так вот, на сайте ВЯЧ есть раздел под названием Гурман. Да, есть. Мало того, что вы там выясните, что вам больше всего подходит, вы выясните и вопрос, какая из закусок подходит. Так что памятник будет, пейте, будьте счастливы, наслаждайтесь. Владимир Мамотов при секретаре компании ВЯЧ. На этом подходит наша сегодняшняя беседа к концу. До встречи через неделю в то же самое время. До свидания. В тот же час. Крупный план Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова